У всех с вами Феномен, прошло примерно 5 месяцев назад, я отвечал на вопросы, открывал золотые бустеры, которых было 3 как бы, и видео шло 20 минут, надеюсь это видео не будет таким долгим и мы разберемся довольно таки быстро, вопросов на самом деле я выбрал парочку, там совсем несколько, да, сегодня у нас небольшой опен пак, опять под какие-то ответы на ваши вопросы, и первый такой вопрос, типа, что я думаю про то, что ушел Бен с Хартоска. На самом деле, мне глубоко плевать, кто будет представлять и кто будет лицом Хардстоуна, потому что, ну, как бы, да, был там Бен, да, он харизматичный, но если туда поставить какого-нибудь там Day9, например, ну, вдруг, да, то, ну, ничего особо не поменяется. Многие задавались таким вопросом, а что вообще Бен делает в Хардстоуне, ну, типа, делает ли он вообще, зависит ли вообще что-то от него, потому что, ну, в основном этим всем всякими там балансами и механиками занимаются совсем другие люди. Бен, как кажется, ну, он, очевидно, принимал какие-то решения, да, то есть говорил, это мы там оставляем, это мы там убираем, но, скорее всего, идей какие-то генерировали совсем другие люди и занимались совсем, ну, тоже другие люди. Поэтому я не думаю, что это как-то супер повлияет на то, что Хардстоун как-то поменяется, тем более ушел еще один. А вот если бы я был подписан на паблик, феноменальный Хардстоун, то я бы знал точно. Ссылка в описании. Из главных ведущих, не ведущих, как они? Ну, то ли дизайнер какой-то, то ли кто там, хер их поймешь. Кто-то еще ушел какой-то, чу-чу-то там. Вообще первый раз слышу о нем. Тоже погинул компанию Близзард. Насколько я понял, они собираются сделать какую-то свою тусовку и будут работать над какой-то своей игрой. Да и, в принципе, флаг им в руки. Я не вижу в этом ничего плохого, а то, что типа Бен ушел, да, плевать как бы, поставят другого. Будет другой за место них. Так. Где мои легендарки? Вообще, мой опенпак предзаказа был довольно удачлив. И я вытащил в районе там пяти легендарок, что-то такое. Может быть, даже шесть. Или шесть вместе с бесплатной. Ну, короче, был довольно жирный опенпак. Хорошо, следующий вопрос у нас от Павла Волошина. Фен, а ты анимешник? Че, пацаны, аниме? Че, пацаны, аниме? Нет, ребят, я не анимешник, и я более скажу, что я вообще не смотрел большинство всяких там попсовых аниме. Я смотрел Югио, это единственное аниме. Ну и там, знаете, вот как это типичный ответ, типа, ну, смотрел там пару серий Наруто, типа такое. Знаете, там, Шаман Кинга какого-нибудь. То, что там по телеку показывали. А какие-нибудь там летающие замки и так далее. Вот это там, ванпанчманы. Вы спросите, откуда я знаю название. Да, 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 мог бы спалиться. Да, но мне просто о них говорили на стриме. Да, да, да. Аниме. Да нет, не смотрю, я аниме на полном серьезе. Хотя мы сейчас на стриме начали пересматривать Югио, и поэтому... Поэтому, возможно, да. Возможно, только анимешника во мне есть. И, может быть, в скором времени я открою себе. Ну, что там, обычно анимешники открываю. Прекрасный мир аниме, и начну просто пересматривать все подряд. Не надо мне в комментариях советовать, что мне посмотреть. Хотя вы все равно посоветуете. Так что напишите. С чего начать свой путь аниме? Так, где мы... Я что, зря рубашку покупал, алё? Так, следующий вопрос. Длинный вопрос от Начхмах... Вопросик к следующему опенпаку. Сколько денег ты тратишь на хардстоун за время от дополнения до дополнения? Примерно. Я сам не любитель мета-колод. А для экспериментов нужно много карт. Без доната я успеваю собрать лишь 20-25% дополнения. Скажем так, я не считаю, но когда выходило второе Destiny, я потратил на игру... Ну просто дату я не помню точно там что-то. Когда мы подсчитывали, это уже месяца три назад было. Ну короче, в районе полторы тысячи евро я вдонатил в хардстоун. Это за все время, то есть с 2014 года. На самом деле это не супер много, но это как каждый год покупать там дополнения. Ой, каждый месяц покупать какую-нибудь игру за две тысячи рублей. Да, как бы немного, учитывая то, что я в Латвии живу. Типа, ну как бы, да, нормально, наверное. Учитывая то, что я блогер по Хартасону, соответственно... Мне хочешь не хочешь, приходится тратиться на па... Оооо, легендарка лесоповалка. Время записывать вот такая друида. Хотя я не помню какой там... Ну что-то там было вроде какой-то ЛТК с этим лесоповалкой. Копия вашего выбранного существа. Десять, десять за десять, 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 классно. Лесоповалка, нормальная тема, спасибо за вопрос. Короче, потратил примерно полторы штуки евро в эту игру, условно бесплатную. Хе-хе-хе, следующий бустер. Типа, я... Ну как бы, если бы у меня не было денег, наверное, это было бы считалось как-то зашкварт. Да и в принципе, донатить в игры, ну так... Такое, знаете, личное дело каждого. Если у тебя есть бабки, то почему бы не донатить? Ну это твое любимое дело, то есть, как для меня, да, это уже чисто работа. Почему бы не вложиться в эту работу, чтобы она потом принесла еще больше денег, да? Но когда ты живешь, не знаю, там, в месяц на те же, там, две тысячи рублей и тратишь их в игру, ну, по-моему, ты немножко отбитый. Но, опять же, никого судить не буду. Каждый живет как хочет. Следующий вопрос от Саши Чурилова. Фен, в реальности ты уже встречался хоть с одним своим подписчиком? И есть ли у тебя подарки от подписоты? Эээ, нет. Нет, ну, есть у меня друг старый, который тоже смотрит мой канал, но это нельзя считать как, типа, мой подписчик, да? Он подписчик, но он и старый друг, и как... Че там кого-то? Нет, не встречался ни с кем из подписоты, не получил... Ну, как бы подарки получал какие-то из разряда, там, сигну тот рисовал. Ну, в основном, это как вещи, сделанные на компе, то есть, там, какая-то фотка обработанная, возможно, какой-то дизайн, типа, вот, держи, братан, тебе логотип сделали. Ну, такие какие-то вещи, а материального чего-то, ну, кроме как доната, да, ничего такого не было. Спасибо всем, кто донатит, очень приятно. Так вот, ссылка в описании, нет, там ссылки в описании, приходите на стрим. Так, следующий бустер. Редкая карта, но я надеюсь, хотя бы на две легендарки, хотя бы еще одну, я был бы так рад. По идее, мне плевать, какие карты будут выпадать, потому что мне нужны все, чтобы записывать какие-то смешные катки и придумывать их. Поэтому я рад любым эпикам, особенно, в особенности эпикам, золотая обычная карта. Так, следующий вопрос у нас, вопрос от коня. Служил ли ты в армии? Если да, то где и как? Нет, не служил. У нас в Латвии нету призыва. Ну, то есть ты можешь быть тунеядцем, и всем как бы плевать, что ты делаешь. Ну, вообще, я считаю, это правильно, потому что, ну, призвать специальный призыв в армию, это знатная дичь. Тупо год терять ни на что. У-у-у, армия становится мужиком. По мне, так в тебе не закаляется, мужик, от того, что ты год сидишь на жопе в окопе и чистишь картошку, при этом надрачиваешь на фотке Сереги Жукова. Ну, это такое. Мужка моя, я по тебе скучаю. По-моему, это все какая-то дичь. Ну, а да не мне это судить. Короче, не служил я, нет у нас обязательного призыва. У нас, наоборот, еще, чтобы в армию попасть, нужно попотеть, потому что одна из престижных работ, скажем так, ну, то есть где-нибудь, например, там, на границе работать или что-то такое, это одна из таких прибыльных работ, которые, ну, среднего звена, скажем так. Бэм-бэм. Отлично. Следующий вопрос. Фен, а у тебя большой Бобу? Не знаю, Мартуз 0.5 насчет Боба, но член у меня дракон. Следующий вопрос, пожалуйста. Следующий, нет, не следующий. Так, следующий вопрос. Какой максимальный ранг легенды ты брал? Я заходил в тысячу, что-то там 800, может быть, 700, что-то такое. Никакие топы не брал, потому что, ну, мне никогда это не было особо интересно. Первую легенду, что я взял, мне дали 1700 какой-то там рейтинг, это было еще во времена большого турнира. Я даже недавно скрин на стриме показывал, нашел его, нашел его чисто случайно и такой, о, прикольно. А вунгора я уже когда брал, ну, последнюю легенду, что я брал, это вунгора, и там что-то, не помню, 3000 какая-то была. А потом я ее просто сбил там до максимально низкой, потому что играл на знаменитой роге через консит. Очень нравится эта колода. Дарил подарки людям. Пропускал их в легенду. Так, next вопрос. Говорун Фит, здорово, Фена. Раз уж пошла тема с вопросами, то есть ли у тебя самые любимые игры, можно сказать, культовые исключительно для тебя? Ну, я не могу выделить какие-то определенные игры, но есть... Например, игра Wolfenstein Return to Castle, которую зачастую я перепрохожу каждую зиму. Ну, то есть у меня какая-то ностальгическая херня включается, я подрубаю Wolfenstein и просто в него играю. То есть в Return to Castle One Love или Max Payne первого. Ну, то есть две игры, которые мне безумно импонируют и кидают меня в какое-то ностальгическое настроение, потому что одна из первых игр, которые мне подарили уже на диске. Я не помню вообще, я помню только вот как я покупал Warcraft 3 на базаре, купил диск какой-то рандомный, это оказался Warcraft 3. И второй момент, который я помню вот так более-менее с подросткового, что я вот сижу и играю в какой-то, то ли ралли какой-то там 2001 года, или как это такая дресня, или четвертого? Нет, по-моему, 2001 года какой-то ралли и приходит дядька и приносит диск, и я смотрю, ну типа Max Payne какой-то. Мы ее устанавливаем, и я просто... и я просто в нем там повис на вечность просто на вечность а до этого у меня был как бы диск с вольфенштейном я такой типа блин круто опять стрелялка потому что ну как-то так сложилось что не то что мне там стрелялкой запрещали играть или что нет просто ну как так попадалось что там дядя покупал какие-то там nfs знаете типа я жил у бабушки соответственно как бы играл на его компе потому что был его комп он его сам себе купил там сработал короче был довольно мощный на то время я прям кайфовал сидел пока он там где-то в школе или где я просто играл а потом дядя играл со мной да это две игры или вольфенштейн или соответственно макс пайн обычно зимой у меня наступает ностальгическое время я перепрохожу эти эти игры так что так следующий вопрос это даже уже у нас последний вопрос между прочим ля фен можешь устроишь турнир между подписчиками мы над этим вопросом уже наверное год просто думаем и наконец-то наконец-то скорее всего мы его осуществим потому что мы еще до выхода леса об этом оуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу И финалы еще плюс откомментировать То есть есть вот там Те, кто люди выйдут в финал, сделать какую-то сетку Мы, правда, не знаем, на какой площадке это все проводить И мя-мя-мя Это все сложно Но мы дойдем до этого и будет, скорее всего, турик Возможно, даже в ближайшее время То есть совсем скоро Мы все это и провернем Поэтому как-то так Ладно, осталось у нас там всего лишь 5 бустеров Побыстрому их откроем Хотелось бы еще в конце сказать, ребят, спасибо Всем, кто подписан на мой канал Кто ставит лайки Кто комментирует Кто там приходит на стримы Вы все очень классные Без вас не было меня Без меня у вас бы не было замечательного лут-бета И отбитого контента по Хардстоуну Хоть и последнее время, конечно, Хардстоун так себе И я занят немножко не теми делами Но скоро мы все выровним Выходы видео, все выровним Все встанет на свои места Просто в последнее время я немножко занят У меня голова забита немножко другим Не могу пока давать инсайды Но скоро, надеюсь, это все произойдет И вообще будет прям Ух, ребят, там такая новость вас ждет Это просто бом-бом Ну, как мне кажется Не знаю Мне кажется, что это бом-бом Ну, прям Но до этого еще долго Месяц, мэйби два Поэтому месяц два Мы будем в таком пассивном режиме работать на канале Поэтому, ну, извиняйте, ребят Обязательно поддерживайте видосы Там ставьте лайкосы Стримы никуда не денутся Стримы будут А вот видосы будут чуть реже выходить Но это максимум на два месяца Потом Потом мы все выровним И будем обратно работать Работать и работать Поэтому Немножко просто нужно подождать Все, спасибо всем за понимание Спасибо всем за просмотр Подписывайтесь на канал Ставьте лайк И всем удачи Всем пока Люблю, целую Бай-бай Задавайте, кстати, свои вопросы Да, в комментариях Типа, мэйби Там будет много интересных вопросов И я просто на них поотвечаю В следующем Опен паке Две легендарки, кстати За 40 бустеров Я считаю, это отлично Это просто идеально Пяти таймер в Харстоуне Работает на 39 паков Поэтому мы, считай В два раза быстрее Все это сделаем Ладно, все Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok